Привет, дорогой зритель! Это Вятка Тудэй. Как новости, только душевнее. В студии Роман Корнеев. И вот что сегодня мы для вас приготовили. Смотрите, пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok с Оксаной Стяжкиной. Будем очень надеяться, что он совсем скоро появится. Его увеличат. Какие странности продают жители нашего города. Следующий лот, который можно приобрести в Кирове, это автодорога. И уроки самообороны от маньяков. Я достану вилку и воткну куда-нибудь в ляшку или там. Начнем программу с самых забавных сегодняшних новостей, которые мы подобрали в специальную рубрику. Итак, три самых ярких заголовка за сегодняшний день. Поехали! Недавно отреставрированную Стеллу в Парке Победы снова отреставрируют за миллион рублей. Как здорово, что в нашем городе появилась новая традиция раз в два месяца тратить миллион рублей на реставрирование Стеллы. Хороший город, хорошие традиции. Следующий заголовок. Мэрия только частично устранила плесень в спорткомплексе в Нововятске. И, наконец, самый классный заголовок. Эксперт из Урюпинска говорит, что не нужно пытаться исправить негативный имидж города. Это вы там у себя в Урюпинске можете не исправлять имидж города. У нас-то, слава богу, еще шансы есть. Мы хоть попробуем. Сегодня в нашу редакцию позвонили жильцы одного из домов с улицы Чапаева и рассказали, что у них не так давно произошел во дворе ремонт в рамках программы по поддержке местных инициатив. И все бы ничего, двор-то благоустроили, только так благоустроили, что плакать хочется. Отчего же выясняла Оксана Стяшкина? Это дорога, ведущая к дому номер 57А и 57Б по улице Чапаева. Ну, правда, дорогой ее уже давным-давно перестали называть. Теперь это настоящий тренажер как для автолюбителей, так и для автомобилей. Хороший ли этот тренажер для водителей? А для начинающих самое то. И не надо никаких автодромов, ничего не надо. Тут бесплатно. Можно здесь экзамены устраивать? Конечно. Ну что, делитесь впечатлениями от дороги? Тщательно. Нравится? Да. Свой автомобиль прокачали как следует? Да, подвеску проверил. Пока работает. Часто ли вы тренируете свой автомобиль вот на этой дороге? Только здесь. Больше не видел такого. Ну, вот здесь вот этот участок, конечно, как-то запустили очень сильно. Так мне нужно, конечно, как-то исправлять. Хотя бы в какой-то степени, чтобы можно было проехать более-менее. Как рассказал Юрий, дорога здесь плохой была всегда, но такой практически непроезжей стало с конца лета. Тяжелые грузовики, Камазы здесь возили щебеночку и продавили асфальт. Сейчас наступили морозы, и все у нас спучило. Практически непроезжая дорога. Мы цепляем днищем, у меня масляная низкая днищем, порогами. Юрий Васильевич даже выяснил, кому принадлежит эта дорога. И обращался к местным властям с просьбой ее подчинить. Городской администрации. Дорога, да? Да. Ну, сейчас перескок его нет. Значит, я с ним как-то разговаривал. Он сказал, что, ну, это наше, но нет средств. Юрий очень просит от всех неравнодушных жителей обратить внимание на их проблему. Я бы хотел обратиться к тем людям, от которых зависит порядок на нашей дороге, устранить все преграды, все препятствия, чтобы мы могли спокойно проезжать к своему дому. Так что, если вы хотите проверить свой автомобиль на прочность и узнать, насколько вы хороший водитель и можете преодолевать препятствия, тогда приезжайте на улицу Чапаева. Дорогой зритель, если вечерами ты плачешь в подушку от того, что у тебя не бегает кто-нибудь по квартире четырехлапый и хвостатый, мы тебе поможем. У нас есть рубрика «Пристроим вместе». Знакомьтесь, этого милого пса зовут Сева. Сева умный, воспитанный и добрый пес. Что самое интересное, он сам пришел в приют. Сева сидел у дверей и волонтеры его приютили. Теперь всем очень хочется найти для мальчика добрую семью. Пес действительно великолепный, такой чудный, хорошенький, на людей ориентированный. Ну и, конечно, взяли его к себе. Сейчас он живет у нас, его все очень, конечно, любят, потому что он такой добряк, доверчивый парень, ориентированный на людей. Вот сам пришел. Его бы вот в хорошую семью, чтобы его любили так же, как он любит людей. Если вы хотите, чтобы Сева стал новым членом вашей семьи, звоните по номеру, указанному в нижней части экрана. Номер телефона 8-953-139-2033. В тот редкий случай, когда Оксану Стяжкину не спровождает оператор, она берет в руки телефон и снимает селфи-репортаж. Сегодня в своем селфи-репортаже она вернется к одной из тем, которые уже озвучивала. Но сначала, дай мне снимать селфи. Совсем недавно я снимала сюжет в сквере дружбы и рассказывала про красивого оленя, которому оторвали голову. Этого оленя кто-то сломал? Олень был просто очень красивый. Ну, он вот лично мне, как я иду в школу, мне сразу же поднимал просто настроение. Все хорошо будет с тобой. Придут и починят тебя, чтобы ты жил, чтобы с тобой восхищались. Сегодня я решила проверить его судьбу, как же он поживает, может быть, все-таки его вылечили, сделали ли ему голову. Но, что я увидела? От оленя не осталось и следа. Давно ли его убрали? Давно, давно уже. Недели две, может, даже больше. Пустовато стало, да? Ну, конечно, что-то надо. Что-то надо деткам. Чтоб они открывали, закрывали дверку. Вот что-то можно и не такое гламурненькое. Но надо, ребятки. Ну, вам бы хотелось, чтобы олень снова здесь появился? Конечно, конечно, с удовольствием. Мне, как и думаю многим жителям района Дружба, очень грустно от того, что оленя не стало бы там в сквере. Будем очень надеяться, что он совсем скоро появится. Его вылечат, он будет красавцем, и больше его ломать никто не будет. Оксана Стяшкина, специально для программы «Вятка Тодей». Но сначала, давайте я возьму селфи. Дальше в нашем эфире рубрика «Купи, продай и самурай», в которой мы рассказываем, какие странные вещи, какие необычные услуги и пикантное резюме кировчане размещают на сайте Авито. Купи, продай, купи, продай и самурай. Начнем обзор кировских объявлений на Авито с товара, весьма своеобразного, который пытается впулить один из кировчан. Итак, друзья, житель нашего города продает бюст Адольфа Гитлера за полтора миллиона рублей. Как в комментариях указывает автор объявления, покупайте без всяких глупых там вопросов. Самое главное, чтобы всяких глупых там вопросов не появилось у какого-нибудь, например, следственного комитета. Отдельный сегмент кировского Авито посвящен автографам. И вот, какие ценовые категории, на какие автографы присутствуют. Автограф одного из братьев Запашных, непонятно какого, стоит 500 рублей. Росчерк Дмитрия Нагеева на оборванном его же плакате стоит 1000. А вот подпись Игоря Талькова, как вы думаете, сколько стоит? Уже 23 тысячи рублей. Чья же подпись может цениться дороже, нежели подпись Талькова? Ни за что не догадаетесь. Подпись Беркута и Нойза МС на гитарке. Полмиллиона рублей. Причем автор указывает, цена стартовая, и гитарочка будет продана тому, кто успеет первым или даст больше денег. Следующий лот, который можно приобрести в Кирове, это автодорога. Реально, платная автодорога за 15 миллионов рублей. Ну а закончим еще двумя классными объявлениями. Первое объявление из раздела «Услуги». Предлагаются услуги «Сосиски» 59 рублей. Черт его знает, что это обозначает. Ну как же здорово. И финальная очень милая услуга. Играю в хоккей. В любой команде совершенно бесплатно, потому что очень люблю игру. Бывший игрок Чепецкой Олимпии. Клубом из Кировской ночной хоккейной лиги, по-моему, стоит заинтересоваться. Это была рубрика «Купи, продай и самурай». В Соединенных Штатах продолжают бушевать скандалы по поводу того, что кто-то кого-то там где-то оскорбил приставаниями. Мы решили дать полезный совет кировчанам. Если вдруг в нашу страну, в наш город приедет Харви Вайнштейн, например, что же делать? Итак, уроки самообороны от разных у меня таких хитрых персонажей в рубрике «Смотри и записывай». «Смотри и записывай». Пожалуйста. В последнее время по Америке начала прокатываться волна домогательств. Мы не хотим, чтобы подобное повторилось в Кирове, и поэтому сегодня записываем уроки самообороны против кировских маньяков. Давайте моделировать. Я маньяк. Ого, это что такая за конфетка стоит? Конфетка. Раз и все. Ох, это что же за фигурка точеная? Я вас догоняю. Говорю вам, пойдемте ко мне. А вы... Как защититься от маньяка к этим ударам? В левый висок. Я маньяк. Я подхожу. Туф, хорошо. И я больше никогда не буду заниматься извращениями. Спасибо, девочка, что ты меня перевоспитала. У вас очень красивое тело. Я сама знаю. Это называется удар правдой. О, привет. Поехали ко мне. Посмотрим 50 оттенков серого. Привет. Я достану вилку и воткну куда-нибудь. Ляшку или там... Ох, ох. Ох. Это... Это был мастер-класс самообороны от маньяков. Александр Свидлик. Специально для Вятка Тудэй. Смотри и записывай. Пожалуйста. И на сегодня это все, что мы для вас приготовили. Если вам есть с чем поделиться с нашей редакцией, присылайте все это добро на вятка.тудэй.собакамейл.ру В студии же был Роман Корнеев. Пока-пока. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова